Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. Сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. Она начинается словами Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехорафа, сына Авия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян, красивее его. И он от плеч своих был выше всего народа. Так начинается история о Сауле, который был первым царем над евреями, но он не принадлежал к царственному колену дома Иудина. Он был из колена Вениаминова, и в этом уже была неправильная позиция евреев, которые изберут его своим правителем. Но это будет как бы ответ на их решение иметь царя, подобно царям, как у других народов. И Господь попустит, что этот человек станет над ними царем. Блаженный Иероним пишет, имя Вениамин тем самым сложено из двух слов «сын», «бен» по-еврейски, и «правая рука». «Вен» значит «сын», и «иамин» — «правая рука». То есть колено Вениамина называется еще «иэмины». В книге царств, когда говорится о Сауле, мы читаем, был некто из сынов Вениамина. Это то, что мы прочитали. Тут же следует, что он «иаминов», то есть из колена Эмина, то есть из колена Вениамина. Вот так блаженный Иероним объясняет значение этого имени, имени этого колена. Значение имени Саул, по-еврейски «шауль» означает «выпрошенный у Бога». И действительно, первый царь был буквально выпрошен у Бога, хотя Господь считал, что это неправильное решение народа. Слово, которое здесь переведено как «особый человек», мы прочитали имя его Саул, молодой, красивый, такого не было в Израиле. В оригинальном тексте звучит это слово как «бахур» и обычно означает «юноша». Но так как ниже в этой книге мы узнаем, что в описываемое время у Самуила была семья, он был уже взрослым и семейным человеком с детьми. Конечно, нельзя комментировать, что это имя означает именно «юношу», «отрока», то есть человека, который еще не создал семью. И в этом случае слово «бахур» происходит от слова «бахира», которое означает «выбор». Вот такого выбрали. Итак, о Самуиле здесь сказано, что он был отборный, хороший, молодой, красивый. И древние экзегеты считали, что слово «бахур» означает еще и «боец», то есть молодой, задиристый, боец. Так же, как и слово «сочетание» «рехеф», «бахур» означает «боевая колесница». И об этом можно прочитать в Писании. То есть Саул был отборным и сильным воином. И, как мы прочитали, он от плеч своих был выше всего народа и считался самым красивым в то время человеком. И далее мы читаем третий стих. «И пропали ослицы у Киса, сына Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И что происходит далее? «И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шали-шу, но не нашли. И прошли землю Шали-шу, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Что значит «оставив ослиц?», то есть забыв об этой проблеме, не стал бы уже беспокоиться о том, что они долго отсутствуют. «Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». То есть слуга подсказывается, что если мы не можем найти пропавших животных, то вот есть здесь Божий человек, прозорлибец, который может нам подсказать, где они находятся. «И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку?» То есть нельзя же идти с пустыми руками. «Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы принести человеку Божию. Что у нас?» И далее восьмой стих. «И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикли серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Скорее всего, слуге эти деньги дал Кис, отец Саула. А почему не самому Саулу, а его слуге? Возможно, он больше доверял этому слуге, чем нежели своему все-таки еще молодому сыну, который мог безрассудно потратить эти средства, как бы деньги на черный случай. И вот этот человек понял, что сейчас можно их израсходовать, принести в дар прозорливцу. И давайте посмотрим, что пишет блаженный Иероним. «Саул, желая идти к Самуилу, сказал отроку своему, что он не имеет подарка, которым бы мог заплатить за предсказание. Но отрок отвечал, вот в руке моей обрелась четвертая часть сикли денег, и дам мужу Божию, и он возвестит нам путь наш, ведь там не написано, что Самуил принял деньги, и даже что они предложили их ему. Наоборот, они сами получают угощение у пророка и приглашаются им на пир. Но допусти, что он принял деньги, все-таки скорее их следует считать платой за гостеприимство, чем подарком за предсказание. Потому что предсказание пророка – это действие Духа Святаго. И если бы это предсказание давалось бы за деньги, то это был бы род симонии, попытки купить за деньги действие благодати. И далее говорится, в самом деле сикль имеет 20 оболов, а четвертая часть сикли – это только 5 оболов. Таким образом, и наши священники, если хотят продавать пророчества и предлагать голубей с кафедр своих, подобных тем, которых некогда изверг Господь бичу. То есть таких торгашей Господь прогонял из храма. То пусть получают 5 оболов, а не плату, равную стоимости деревень. То есть здесь блаженный ироним настаивает на том, что священники должны довольствоваться той зарплатой, которую они имеют. И по блаженному ирониму это была неплохая зарплата. А вот в всяком случае священники не могут брать каких-то дополнительных пожертвований. Это будет чем-то таким предрассудным. И далее мы читаем, прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так – пойдем к прозорливцу. Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. Пророк по-еврейски – это Набиим, пророки. А прозорливец – это Хозе. Хозе, Хозе – это слово означает видющий. Видющий. То есть прозорливцы – это были люди, которые проницали какие-то невидимые вещи, невидимые события с того места, где они находились, но им давался вот такой удивительный дар. Блаженный Августин пишет. И откуда взялась мысль, что дар видения относится лишь к телесным способностям, в то время как повсеместно в Писании вновь и вновь утверждается иной взгляд на видение. Но из какого бы обычая словопотребления не произошло, то странное мнение, священное Писание придерживается иного мнения, согласно которому даром видения наделено не только тело, но и дух. И скорее дух, нежели тело, в противном случае, насколько были бы неправы те, которые называли прозорливцами пророков, которым дано было видеть будущее не плоским, но духовным взором. На чем настаивает здесь Августин? Настаивает на том, что прозорливец в таком библейском понимании – это все-таки пророк. Но это уточнение, что пророк – это человек, видящий, проницающий пространство и время. И он видит, что происходит где-то вдалеке. И в последующих книгах царей описывается, как один царь, который воевал с еврейским народом, он не мог понять, почему, как только он начинает военные действия, евреи уже все это знают. И куда он направляет войска, там уже стоят их засады. И когда он спросил у своих сатрапов, откуда евреи все знают, он, может быть, подозревал даже, что наличие предателя в его окружении, а ему ответили умные люди из его окружения, у евреев есть пророки, есть конкретный пророк. Вот то, что ты про себя говоришь в спальне, этот пророк уже знает. То есть пророки, они проницают и пространство, и время, описывая прошлое, как Моисеев написал прошлое, как очевидец, в створении мира описывает. И они же проницают будущее, и они очень правильно оценивают настоящее. Кстати, чаще пророки свидетельствовали о том настоящем, в котором они жили, поэтому не надо служение пророка сводить только к предсказаниям о будущем, это неправильно. Блаженный Иероним пишет «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Он, бывший сокрытым в таинстве, есть тот же самый, кто предназначен был прежде мира. Он же предназначен и прообразовывать законом и пророками, потому и пророки звались прозорливцами, ибо они видели того Господа, кого остальные не видели». Здесь блаженный Иероним настаивает на том, что всегда, когда голос Божий или какие-то откровения Божьи касались пророков, это действие Христа, Сына Божия, второго лица Святой Троицы, ибо Он есть божественный логос, который издревле вещал в пророках, как и в Новом Завете сказано, что Дух Христов издревле вещал в пророках. Даже Бог Отец творит мир словом своими речениями, то есть творит мир сыном своим, его божественным логосом. И если вы посмотрите лицевой свод XVI века, там во всех случаях, где Господь является людям, там Адаму и Еве в раю, там Моисею на Синае, Господь изображен в виде Сына Божия Иисуса Христа. Имеется в виду, что божественный логос, то есть Христос, Сын Божий, издревле оговорил в пророках, и человек не может быть там ни прозорливцем, он не может быть ни пророком, если действие Христа, благодатью Духу Святаго не предназначат его к этому служению. Как и сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. И далее мы читаем, и сказал Саул слуге своему, хорошо, ты говоришь, пойдем и пошли в город, где человек Божий. То есть они приняли решение все-таки прибегнуть к помощи Господа через его прозорливца, через его пророка. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец. Те отвечали им и сказали, есть, вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. В то время действительно жертвоприношение могли совершать на всяком месте. Собственно говоря, как уже однажды я объяснял, до того, как Бог не избрал землю Израиля, жертвоприношение можно было совершать везде на планете. Когда Бог избрал землю Израиля, можно было везде на этой земле избирать место для жертвоприношения. А когда Бог изберет Иерусалим, царь Давид захватит этот город, только в Иерусалиме можно будет совершать жертвоприношение в любых частях Иерусалима. А когда Господь изберет гору, моря, как место для построения храма, и храм будет построен, только в храме можно будет совершать жертвоприношение. Но те события, о которых мы читаем, это события до храма, поэтому здесь жертву могли совершать, выбирая любое место. И вот эти девицы, которые вышли черпать воду, это не просто вода для какой-то стирки, воду возливали, это тоже был как некий акт жертвоприношения, и не могли же девицы заниматься какой-то стиркой, в то время, когда в их селение пришел пророк Божий для совершения жертвоприношения на высоте, как мы прочитали. А чему нас может научить эта деталь на высоте? Она нас научает тому, что любая жертва, она нас возвышает. Для нас, христиан, самая великая жертва – это Христос, законный за нас. И то возвышение, которое мы переживаем в Таинстве Святой Евхаристии, несравнимо ни с чем. Но в то же время мы можем жертвовать на добрые дела разным людям, помогать нуждающимся, и это тоже, без сомнения, возвышает наши нравственные качества. Конечно, правда, не так, как это делается действием благодати крови Сына Божия. И эти девицы говорят, когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, то есть пророк пока не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его. То есть это не только было жертвоприношение, это была радостная совместная трапеза с пророком, и за столом люди могли задавать вопросы. Я никогда не забуду, когда я служил на Ордынке, в храме всех скорбящих радостей, к нам приезжал патриарх Алексей II, то он после службы очень долго сидел с нами за столом, и он рассказывал, рассказывал о своей жизни. И хотя из года в год мы как бы слушали один и тот же его рассказ, но мы всегда умилялись, какое внимание он проявляет по отношению к нам, простым московским священникам. Он собеседовал с нами, как отец собеседует с детьми, неторопливо, спокойно и никуда не спеша. И вот пророк Самуил также общается с простым народом, он выседает с ними, участвуя в общей трапезе. И пошли они в город, то есть Самуил и его слуга, когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. Что значит выходит навстречу им? То есть это не случайное действие, пророк Божий уже знал, что они оказались в этой местности. И об этом мы и читаем далее. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал завтра в это время, я пришлю тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помашь его в правители народу моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Немножко непонятно, мы уже определились с вами, что Господь гневался на евреев, что они хотят поставить над собой царя, как у прочих народов. Да, Господь гневался, но это не означает, что Господь не может использовать Саула. Бог никогда не попускает никакого даже зла, не имея намерения обратить его в добро. А Саул в начале своего царственного служения был очень положительным героем, пока суета не уклонила его в сторону от путей господних. А что значит Господь призрел на народ? Разве Господь не вездесущий, не всезнающий, не всевидющий? Призрел, то есть принял решение, что пора исполнить то, что уже наметил исполнить. А вот уточнение, так как вопль его, то есть народа, достиг до Господа, имеется в виду молитвенный вопль. Люди опасались, что их перестемляние окружают со всех сторон, как нашу страну тоже кто-то окружает все время со всех сторон, и они возвышали свой голос молитвенный, чтобы Господь услышал и пришел бы к ним на помощь. И что происходит далее? Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе. Мы уже знаем, что Самуил был выше всех на голову, самый красивый. Но здесь все равно Господь подтвердил, что это тот самый. Он будет управлять народом моим. То есть если мы даже что-то знаем и ожидаем что-то, что это точно произойдет, мы не должны спешить, пока не получим божественного подтверждения. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, скажи мне, где дом Прозорливца? То есть он Прозорливца спрашивает, где дом Прозорливца. И отвечал Самуил Саулу и сказал, я Прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. Вот этот призыв, иди впереди меня на высоту, он означает, что Самуил Пророк уже видит в Сауле будущего царя, которому надо уступать место, чтобы царь шел спереди, а остальные шли за ним. И Самуил говорит, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. То есть он видит его проблемы и добавляет, об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. Вот это трудно объяснить, как пророки могли проницать пространство. Но это очень важный для нас такой прецедент, который объясняет, как святые на небесах слышат наши молитвы. Представьте себе, день святителя Николая, и в разных храмах люди обращаются с прошениями к святителю Николаю. А как же он может всех слышать? Он же не Бог, это Бог вездесущий, всеведущий. Имеется в виду, что даже в земной жизни своей избранники Божьей пророки, они проницали время, пространство, и тем более освобожденные от тела святые угодники Божьи на небесах, во свете святые троицы, как мы читаем в Акаписе преподобному Сергию, они созерцают наши проблемы и слышат наши молитвы, обращенные к ним, чтобы они ходатайствовали, в свою очередь, за нас пред Христом Спасителем. Итак, пророк Самуил говорит, они нашлись, вот эти ослицы, и дали, не тебе ли и всему дому отца твоего? Что это значит? Не тебе ли и всему дому отца твоего все лучшее, что есть? Потому что царю отдавали все лучшее, и куда же дерутся лучшие ослицы, если они не вернутся в дом царя? Хотя Самуил в тот момент еще не был царем, он не был еще помазан. И далее мы читаем, и отвечал Саул и сказал, не сын ли я Вениамина? То есть он удивляется, что так говорится, не тебе ли и всему дому отца твоего? Как бы чуть ли не все принадлежит. И он говорит, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен? Израилевых. Действительно, это меньшие колена. А кто такой был Вениамин? Это младший брат Иосифа. И племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колено Вениаминова? Почему же ты говоришь мне это? Он хочет понять, а почему пророк говорит, не тебе ли и всему дому отца твоего как бы все принадлежит. Вот и непонятно. И взял Самуил, пророк Самуил, Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званами, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару, подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя. То есть он за день знает, что придет будущий царь, он к этому готовился. И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. Это считалось самая вкусная часть приготовленного мяса. И сказал Самуил, вот это оставлено, положи перед собою и ешь, ибо к всему времени сбережено это для тебя, когда я созвал народ. Здесь еще более, наверное, удивление Саула усилилось. Как это так, про него все знают. Это для него уже лучший кусок мяса приготовлен. Что же это такое происходит? И обедал Саул Сауилом в тот день. И 25 стих. И сошли они с высоты в город, то есть на высоте приносили жертву, которая возвышала людей, там же делали общую праздничную трапезу. И Самуил разговаривал с Саулом на кровле, и послали Саулу на кровле, и он спал. Что значит на кровле, на крыше? В то время были крыши, и сейчас, кстати, в Израиле есть крыши, абсолютно плоские, и на этих крышах люди загорают, а когда ночная прохлада, они там спят, стелятся прямо на крышах, какие-то матрасы, и люди там могут спать. «Утром встали они, так, как взошла заря». Ну, давайте посмотрим толкование на 25 стих, который мы уже прочитали. «Беда достопочтенной». «И обедал Саул с Самуилом в тот день, и сошли они с высоты в город, и Господь». Беда дает толкование христологическое, он все истолковывал в применении к евангельским событиям. «И Господь», то есть Иисус Христос, «проповедал с Иоанном Крестителем во время сияния явленной милости Божией и до той поры, когда Иоанн был брошен в темницу». Беда достопочтенной, совершенно неожиданно воспринимает Саула как прообраз Иоанна Крестителя. Ведь Саул – царь над евреями перед царем Давида. Перед царем Давида. А Давид – это образ Христа. И Евангелие от Матфея начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». И действительно проповедь начинается Иоанном Крестителем, потом Иоанн брошен в темницу, Христос тоже начинает проповедовать. «И сказал Господь о тех, кто уверовал в Него, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иоанн, Креститель, и Господь, Христос, обращались не только к одним лишь совершенным и достигшим высот добродетелям, но также снисходили и к слабым людям, не очень добродетельным, говоря об обычных в жизни вещах. Для первых сказано «Продавайте имение ваше и давайте милостыню», то есть для добродетельных и совершенных. А для первых сказано «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Для вторых, то есть обычных людей, простых людей, сказано «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжасвидетельствуй». То есть бедный достопочтенный как бы соглашается с тем, что Саул — это несовершенный праведник, это вообще несовершенный правитель, но его качества были такие, он не мог, как говорится, прыгнуть выше головы, но в любом случае Господь будет использовать этого человека, будет через него совершать великие подвиги в сражениях против филистимлян, потому что Господь промышляет о каждом человеке, живущем на земле, несмотря на какие-то личные качества, потому что сам факт, что человек тот или иной жив, свидетельствует о том, что есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. Ну, выше вот мы уже прочитали, и обедал Саул Самуилом в тот день, и сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле, и послали Саулу на кровле, он спался. Утром встали они, так, когда взошла заря, Самуил возвал к Саулу на кровле и сказал, встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Беднодостопочленный опять предлагает нам аллегорическое истолкование. Иоанн, притеча, говорил с Господом в свете собственного узнавания божественности Его. Здесь сказано, как бы заря стала подниматься, а зарей Евангелие и является Иоанн Креститель. Беда продолжает. Говорится здесь о кровле по причине принятия ею солнечных лучей, прежде иных. Сначала солнце, когда восходит, оно освещает кровли домов, а потом уже все, что внизу. И то, что Иоанн Креститель был притеча Христа, это подчеркивает высоту его духовных качеств. Несомненно, это место образно представляет сердца тех, для кого уже поднялось над горизонтом известное им солнце праведности, ибо сами они, страхом Божиим, вознеслись уже высоко над земными желаниями. Иоанн Креститель и Христос были посланы на землю во исполнение завета Бога. Иоанн заложил основы нового света, милости для мира, и когда тот уже воссиял ясно для мира, тогда сам Иоанн признал в Иисусе Сына Бога, как и то, что сам был послан впереди Него, и все помыслы Его были проникнуты желанием того, чтобы Иисус восстал в оплоти для совершений, а самому Ему в надлежащий час можно было отойти от исполнения своего труда предтечи. Удивительно, когда христианский экзегет в любом событии Ветхого Завета созерцает события, связанные с Иисусом Христом. И мы читаем 27 стих. «Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, и он пошел впереди, а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». То есть, что сказал Бог по поводу тебя? Как я уже сказал, у Бога есть намерение относительно каждого человека, и, конечно же, Саулу, этому молодому человеку, было интересно узнать, какое же намерение Божие есть относительно его, и какое это было намерение, мы об этом поговорим в следующий раз. Если Бог жив и Господь позволит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...